Завтрашние промежуточные выборы в США многие называют не иначе, как референдумом о доверии Дональду Трампу. Ставки на этих выборах очень высоки. Американцы полностью переизберут Палату представителей, треть сенаторов и больше половины губернаторов. Сейчас и Сенат, и Палату представителей контролируют республиканцы. Если на выборах победят демократы, то жизнь Дональда Трампа может заметно усложниться. О том, как именно и может ли это произойти, поговорим с нашим вашингтонским корреспондентом Наталкой Писней. Она сейчас находится у Конгресса, где, как сообщалось, проходили акции протеста. Акции протеста мы не видим, но спрошу у Наталки, в какой вообще атмосфере завершается предвыборная кампания. Здравствуйте, Олег. Мы действительно находимся сейчас возле законодательного собрания США. Оно за моей спиной, оно абсолютно пустое, потому что все, кто имеет отношение, собственно, к принятию законов и члены их аппаратов, все они сейчас занимаются избирательной кампанией. Известно, что дня тишины в Америке нет, поэтому действительно все, кто принимает участие в выборах, встречаются с избирателями. Этим же занимаются и бывший президент США Барак Обама, и президент США Дональд Трамп, у которых у каждого сегодня по несколько встреч с избирателями. Известно, что явка на выборах достаточно высокая. Стоит отметить, что в 35 американских штатах выборы уже начались, можно было проголосовать досрочно. И сейчас официальные власти говорят о том, что явка за последние несколько дней является достаточно высокой. Но финальные результаты мы, конечно же, получим уже завтра в конце дня по времени восточного побережья. Также известно еще и о том, и об этом сообщило Министерство государственной безопасности Соединенных Штатов, о том, что они предотвратили многочисленные попытки хакеров взломать американские избирательные системы, получить данные избирателей, получить доступ к электронной почте. По данным разведки все эти попытки были предотвращены, однако все они очень сильно напоминают им по своей методологии те попытки, которые были предприняты хакерами в 2016 году. Но они уклоняются называть, из какой страны исходили хакерские атаки, хотя настаивают на том, что они все имеют иностранное происхождение. Наталка, я уже упомянул о том, что многие воспринимают эти выборы, как вот им доверили, недоверили президенту Дональду Трампу. А в чем еще их важность и что, например, произойдет, если, например, республиканцы, которые сейчас контролируют Конгресс полностью, потеряют контроль в Палате представителей, но, например, сохранят контроль в Сенате. Ну и какие другие сценарии возможны еще? Олег, в целом сейчас рассматривают три возможных сценария, один из которых республиканцы получают контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей, представителей на местных губернатных выборах, которые тоже проходят сейчас в США. Это будет означать, что партия, которая была достаточно разобщенной, сумела собраться воедино и консолидировать своих избирателей, чтобы те пришли на избирательные участки и проголосовали. Это для американской внутренней политики. Будет означать окончание программы для малообеспеченных американцев Обама Керр. Это будет означать гораздо более жесткие иммиграционные условия и для тех нелегальных мигрантов, которые сейчас уже находятся в США, и для тех людей, которые планируют иммигрировать в Соединенные Штаты. Также будет свидетельство о том, что республиканцы постараются разграничить два процесса российского вмешательства как такового, то есть расследование российского вмешательства как такового и возможно участие в нем людей, которые сейчас имеют отношение к администрации президента Трампа, включая его самого. Если говорить о сценарии, когда демократы получают контроль над палатой представителей, а республиканцы оставляют за собой большинство в Сенате, то будет свидетельство о том, что президенту Трампу придется не просто в отношении его законодательных инициатив, но одновременно достаточно спокойно будет в отношении того, какие кандидатуры, на какие должности он будет предлагать, потому что есть ряд кандидатур, которые должны проходить утверждения в Сенате, как, например, мы должны скоро ожидать его подачу кандидатуры на должность посла США в Организации Объединенных Наций. Если же происходит третий сценарий, когда демократы получают контроль и над Сенатом, и на палатой представителей, то, естественно, это означает то, что гораздо более жесткое внимание будет уделяться и российскому расследованию, вполне возможно будут разосланы повестки членам администрации Трампа, и будут разосланы повестки руководителям крупных технологических компаний, влияние которых сейчас в США не менее сильное, чем влияние представителей компаний, которые связаны с нефтеперерабатывающим бизнесом. Наталка, если можно коротко, вот выбрать не только про партии и про президента, но и про других людей, вот за кем, может быть, следят пристально, кого выделяют из кандидатов? Олег, ну очень интересные выборы, естественно, сейчас в Техасе, там за сенатское кресло борется нынешний сенатор от штата Техас, Тед Круз, настоящее имя которого, к слову, Рафаэль Эдуарда, и демократ Бетту Рурк, он достаточно интересный персонаж, который полностью опровергает всей своей истории, истории своей карьеры. Вот эту поговорку американскую о том, что если хочешь быть президентом, нужно готовиться к этому с детства, потому что Рурк был и участником панк-рок-группы, он в свое время был и приходящей нянькой в достаточно богатой семье в Манхэттене, он был арестован за пьяную езду и проникновение на территорию университета посредством прыжка через забор, он впоследствии прошел через многие программы реабилитации, признал собственные ошибки, более того, использовал их достаточно умело в избирательной кампании, когда говорил о недостатках в американской пенитенциарной системе. Рурка часто сравнивают и с молодым Кеннеди, и с молодым Обамой, абсолютно закономерно говорят о том, что он является одной из восходящих звезд демократической партии. Что же касается Теда Круза, то он один из самых блестящих ораторов США, он выпускник нескольких университетов Лиги Плюща, он был конкурентом президента Трампа на выборах в 2016 году в президентской кампании, но впоследствии стал одним из самых ярых его сторонников. Это не только, вот эти выборы, они не только интересны, но еще и, собственно, большое внимание уделяется тому, что происходит в Конгрессе. Так, одна из самых интересных гонок в Миннесоте. В Миннесоте за должность человека, который может занять кресло в палате представителей, сражается 37-летняя мать троих детей. Она бывшая беженка из Сомали, которая в свое время провела 4 года в лагере для перемещенных лиц в Кении. Впоследствии с семьей, еще маленькой девушкой, эмигрировала в США. Вот у нее невероятно интересная история, и корреспонденту BBC удалось пообщаться с ней и посмотреть на то, как происходят выборы в штате Миннесота. Американские женщины мобилизуются. Они все внимательнее следят за политикой и даже выдвигаются на выборные должности. Но им приходится преодолевать множество препятствий. Особенно это касается чернокожих женщин и эмигрантов, таких как Хадан Хасан. Она борется за место в палате представителей штата Миннесота. Говорят, что сама по себе избирательная компания не принесет вам голоса, а вот усердная работа – да. Здесь есть свои препоны, но это не безнадежно. Напротив, это возможно, и в этой борьбе речь уже идет не только обо мне, а о других молодых женщинах, молодых мусульманках, молодых африканках. Это открывает им неограниченные возможности. Они могут совершить все, о чем только можно мечтать. Обычно промежуточные выборы заслуживают меньше внимания избирателей, чем президентские. Чаще всего их игнорируют представители меньшинств и молодежь. Однако, как показывают исследования, в этом году активность избирателей резко возросла. Вся моя семья зарегистрировалась для голосования. Мать, мои сестры – все зарегистрировались.